Всем привет! С вами, как всегда, я, Ксюша. И сегодня я снимаю для вас долгожданный DIY, который вы прям так очень-очень хотели. И в последнее время стали мне все чаще и чаще писать об этом в комментариях. И вообще хочу сказать, почему я перестала снимать DIY. Это потому, что вы их перестали смотреть. То есть я их выкладывала, 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 просмотры все падали, падали и падали. И потом, когда я начала снимать видео на другие темы, например, там, собираюсь в лагерь или уже что-то к школе, вам это было гораздо интереснее смотреть. Вы смотрели это больше и DIY попросту не интересовались. Но я DIY не забросила. Я буду их делать, но не часто, как это было раньше, а только на какие-то дни, на какие-то праздники. Например, скоро будет день учителей и день воспитателя. Именно поэтому я сегодня решила сделать DIY, который будет посвящен именно этому празднику. Ну или же нет. Дальше я могу снимать DIY ближе к Новому году, но также думаю, что если я буду ходить к Новому году просто по магазинам, смотреть какие-то подарки, то вам тоже это будет интересно. Поэтому DIY будет выходить только по праздникам, как я уже и сказала. Так, ну и что же я сегодня хочу вместе с вами сделать? Все вы, наверное, знаете, что сейчас стало актуально дарить не только букеты, состоящие из цветов, но и букеты из сладостей. И сегодня мы с вами сделаем такой букет. И, кстати, всё-таки ближний самый праздник это будет день учителя и день воспитателя, поэтому я этот букетчик приурочу к этому празднику. Но такой букет можно подарить на день рождения любой вообще девочке, девушке, женщине. То есть если вы подарите это маленькой девочке, которая любит сладости, она будет в восторге. Но и также женщина тоже уже таких прям лет, ей тоже этот букет понравится. Так что потом его можно дарить на 8 марта, день матери, вот день учителя. То есть это просто подойдёт на всякие любые праздники именно для женщины. Ну а самое главное это цена у таких букетов, потому что такие букеты сделаны из конфет. Я видела их на сайте, но я и думаю, что в магазине они стоят порядком, прям порядком. Потому что на сайте самый маленький букет стоил тысячи, который уже больше и с какими-то там конфетами прям такими навороченными. Он уже 2 500, 3 500 стоял. А вот это вот всё обойдётся, ну мне это обошлось в 200 рублей. И понятное дело у ребёнка не хватит денег, чтобы порадовать маму и купить такой большой букет. Поэтому его проще сделать своими руками, тем более делается это очень легко. Ну и ко мне присоединился мой брат Артём, потому что он хочет сделать такой букет для своей учительницы. И одну зефирку съесть. Ну и так, начнём. И первое, что у нас есть, это маршмеллоу. Вот такое вот от фирмы Харипа. Мне оно нравится. Да, Артём, укрепишь. И сразу, наверное, будем открывать. Вот такая зефирка. Они не очень большие, но они вкусные, потому что мы такие уже покупали и только не съешь её. Понял? Ну, раз он её помял, то он уже её и съел. И, кстати, перед тем, как делать вот такой букет, обязательно помойте свои руки, чтобы... Это всё-таки еда, которую потом будут кушать. Следующее мы купили вот такие вот бело-розовые зефирки. Они... Ну да! Они с одной стороны розовые, а с другой стороны белые. Ну да! Следующие зефирки это вот такие вот клубнично-банановые. Они сделаны такими улиточками, спиральками. И я думаю, что они очень вкусные. Ну и чтобы немного разнообразить наши зефирки, мы ещё купили вот такие вот сердечки, не трогай руками. Опять сердечко улетело. Ну, в общем, оно было вот таким неоткушенным. И там ещё есть мармеладные малинки. Они тоже очень вкусные, не трогай. Короче, я выгнала его нафиг, а то он тут у меня всё сожрёт. А мы с вами приступаем. И первое я начну с вот таких вот белорозовых зефиров. Потому что они у меня самые большие. Ну, это такая зефирка. Вы все их знаете, что они вот такие вот двойные. Там, знаете, в школе такие дают, только в школе они обычно невкусные. Вот. Кстати, мы ещё будем использовать шпажки для нашего букета, потому что мы будем накалывать зефирки на эти шпажки. И если вы хотите, чтобы ваш букет был менее, так сказать, объёмный, и было там зефирку видно вот эти вот две части, то тогда берите две шпажки, накалываете зефирку на две шпажки. Одну вот сюда вот, а другую вот сюда. То есть как раз в расстоянии между ними. И у вас будет вот так вот стоять зефирка. А если вы хотите сделать букет более объёмный, то тогда переверните зефирку вот так, либо розовенькими, либо беленькой стороной вверх. И тогда накалывайте эту зефирку уже на три шпажки снизу. Я буду накалывать три шпажки в мою зефирку, и я буду чередовать некоторые розовой стороной кверху, а некоторые белой. И, кстати, ребят, вставляйте эти палочки немного наискосок, чтобы потом их вот тут вот можно было соединить. И, в принципе, вот такая зефирка пока получается. Так, я сделала одну зефирку, положила её на тарелочку, беру следующую, и пусть она у меня будет белой стороной кверху. Также мне нужно три шпажки. И я точно так же продолжаю её накалывать, и так я делаю со всеми моими зефирками. И да, накалывайте эти шпажки аккуратно, чтобы острый конец не вылез вот здесь вот сверху. Так, и первую упаковку зефирок я наколола всё. Теперь я распечатываю мои вторые зефирки, которые по размеру прям на немного меньше вот этих вот. И вот эти самые красивые зефирки. Я буду накалывать на две шпажки, потому что они поменьше, и я думаю, на двух шпажках они будут хорошо держаться. Кстати, они ещё поплотнее, чем там те зефирки, так что двух шпажек точно хватит. Кстати, ребят, я одну такую зефирку съела, и она очень вкусная, она вкуснее вот этих вот. Потому что там есть банан и клубника, это вообще прям... Теперь накалываем маршмеллоу, и, кстати, на вот это вот накалывание зефира приходит очень мало времени, наверное, меньше минуты на каждую. Кстати, вот эти вот они самые маленькие зефирки, и я буду их накалывать по одной шпажке. Мне кажется, такого точно хватит. Ну и уже вот столько много зефира на шпажках у меня получилось, и теперь переходим к мармеладу. И сначала я буду накалывать сердечки. Это, конечно, не прям сердечки, но что-то типа сердечек. Вот, накалываю тоже на одну шпажку, и вот здесь вот снизу. Это тяжелее. И также накалываем самые вкусные маленькие малинки тоже вот тут снизу. Ну и вот столько всего зефирок у меня получилось, и, ребята, представляете, у меня закончились шпажки. Так что малинки я доем сама. И теперь из всего этого мы будем собирать букеты. Для этого мне понадобится скотч, как обычный прозрачный, так и бумажный, потому что бумажным, короче, его легче отрывать, его можно оторвать руками, а сейчас мне надо было делать все очень быстро. Вот. И, ну, мы начинаем собирать. Так, ну и здесь должно быть все просто. Для начала берем вот такую вот зефирку, и дальше начинаем прикладывать к ней другие зефирки. Это, например, малинки или вот такие вот маленькие зефирочки. И когда мы сформируем букет, уже более-менее хороший, то перевязываем их вот тут вот скотчем. Можно бумажным или можно обычным. И дальше так продолжаем прикладывать, пока у нас не получится большой букет. Ну вот, я собрала несколько зефирок, и теперь их нужно обмотать скотчем. Кстати, смотрите, они должны стоять близко друг к другу, и теперь, когда они стоят близко друг к другу, мы берем и как-то обматываем скотчем. Ну, в общем, вот такой вот мини-букетик пока получился. Чтобы шпажки не сломались при надавливании вот таком вот, потому что букет это все равно будем нести. Можно взять просто обрывочки бумаги, скомкать их, и вот эти вот комканую бумагу засунуть между шпажками, чтобы там было заполнено пространство. Ну, а теперь продолжаем дополнять букет и так же перематываем скотчем любым. И здесь вы уже на свой вкус формируете букет, как вам нравится. Но так же они должны стоять плотненько. Я добавила мармеладок и зефирок с одной стороны, теперь добавляем их с другой. Ну и пока вот такой букетик у меня получается, и я вам советую чаще его перематывать вот тут внизу скотчем, потому что чем чаще вы будете его перематывать, тем плотнее он и крепче будет стоять на шпажках держаться. И вот здесь вот я очень много бумаги засунула, потому что они, правда, могут так поломаться. Ну и у меня осталось уже, в принципе, немного мармеладок, и сейчас я его буду заканчивать. Ну и вот такой вот букетик у меня получился. Я почти все конфеты у меня оказались там, осталась только одна зефирка, потому что я ее не смогла никуда приткнуть, и я делала все-таки ему форму круга. Так, вот все. Теперь нужно этот букетик как-то красиво вернуть. Ну, такой же ты не подаришь никому. Вот, и я не стала покупать никакую там кран-бумагу, или что-то такое. Я решила использовать то, что есть у меня дома. И это будет белая сетка. Я взяла сетку и свернула ее в два раза, чтобы она была пышнее, красивее. А теперь мы будем брать букет и оборачивать его сеткой. Но для начала ее нужно присборить ближе к краю, ну, снизу. Теперь вкладываем наш букетик. И вокруг него нужно сформировать вот эту вот сеточку. Так, тут ничего страшного, что край не ровный, потому что его всегда можно подрезать, чтобы было все ровно. И вот эти края я потом соединю степлером. Так как этот у меня слой еще нижний, то есть его не будет сверху видно, я обматываю это все так же скотчем бумажным. Так, теперь я вот эти вот ткани соединяю степлером. И вот такой вот нижний слой у меня получился, только его еще можно немного подрезать, чтобы он был более ровным. Ну, и вот такой букетик получается. Очень красивый, но он мне очень нравится, потому что такой, знаете, миленький сразу, нежненький, беленький. Вот эта сеточка сейчас похожа на свадьбу. Значит, такой кинул назад, и конфеты разлетелись. Теперь для завершающего слоя я беру вот такую вот гоптированную бумагу светло-розового цвета. Она у меня в длину как раз будет по букету, ну, немного побольше, но это ничего страшного. И сейчас отрезаю полоску, а затем буду обворачивать букет. Ну, и теперь закрепляем также листочки степлером сверху. А вот здесь будем завязывать букетик ленточкой. Ленточку я решила использовать яркую розовую под цвет малинок, потому что я все-таки этот букет буду дарить еще не учительнице, а своей треюродной сестре на день рождения. И ленту я не стала завязывать на бантика, завязала ее на узелочек, потому что она у меня была чуть-чуть короткая, но так, я считаю, тоже получилось прикольно. И теперь ленточку надо пройтись по ней с пламенем, огоньком, чтобы она дальше не распускалась. И теперь нужно сделать волнистый край у гофрированной бумаги, потому что она тянется, и это будет смотреться еще красивее, чем смотрится сейчас. Ну, и вот такой пакетик у меня получился, он уже совсем готовый, и он очень красивый, такой нежненький, и я думаю, любая девочка обрадовалась бы, если бы ей подарили такой пакет. Он бы мне кто-нибудь подарил, а то я всем делаю, дарю, а мне никто ничего не дарит. Но вы же не сразу подарите букет, как только его сделаете, и не сразу начнете его кушать, поэтому, чтобы наши зефирки не засохли, нужно сверху его покрыть либо пищевой пленкой, либо надеть сверху на него пакет, чтобы потом зефирки были тоже такими вкусными, прикольными, свеженькими. И, кстати, от этого букета очень вкусно пахнет, вот прям мармеладом, зикиром, всем таким сладеньким, и это очень-очень прикольно. Ну, а если вам понравилось, как я делаю вот такие вот букетики, то напишите мне об этом в комментарии, и я, возможно, буду делать еще такие букетики, буду пробовать другие способы, и для других людей. Ну, а с вами была Ксюша, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok